Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк! Спасибо! Арестован главный вор в законе Израиля, влиятельный вор в законе Михаил Хананошвили, Ника, был задержан в Белоруссии. Схватили муфиазии, когда он возвращался из Москвы, где гостил у законников Кахи Парпалия, Кахы Гальский, и Бадри Кагуашвили, Бадри. Его арест вызвал немало вопросов в криминальных кругах. Главная из них, будет ли подобная судьба ждать всех воров в законе, в которых Эдуард Асатриан, Аситрина, и Дмитрий Чентурия, Мирон, видят угрозу своим интересам. Михаил Хананошвили, вор в законе номер один в Израиле. Он уже давно живет в этой стране, является безусловным лидером местного уголовного мира, в его ближайший круг общения входят и большинство бизнесменов из 1990-х годов, обосновавшихся на земле обетованной. Ника считается представителем влиятельного кутаийского клана, однако не со всеми его лидерами у него добрые отношения. Так, старе ломань они, таро, они, скорее, натянутые. А вот Бадри Кагуашвили и Ника – близкие друзья. Хананошвили в основном держится в стороне от активных фас мафиозных войн. Хотя в 2012 году он устроил рукопашную схватку с Гелой Кардавой, произошла она из-за Бадри. Кардава организовал не обосванную маляву о находившемся в тюрьме Кагуашвили. И Ника, встретившись с Гелой, решил разобраться с обидчиком друга. Волею судьбы Кардава тоже сейчас находится в белорусской тюрьме. В мае 2018 года Бадри вышел на свободу после долгой отсидки, и осенью Ника решил навестить старинного приятеля. А заодно пообщаться с Кахой Парпалия, с которым у него сложились добрые отношения. Чтобы особо не светиться, Ханашвили добирался до Москвы через Белоруссию. Бадри, Кахуйнику часто можно было встретить в ресторане Маране, который принадлежит Гелицерцвадзе, сподвижнику Терриел Аньане, Таро. В этой же компании можно было увидеть Рамаза Дзниладзе, Рамаз Кутаиский, тоже видного представителя кутаиского клана, одного из самых близких к Таро гангстеров. Он вышел на свободу летом 2018 года, после чего ему было объявлено о запрете нахождения в России. Однако чудесным образом Рамазу пока удалось обосновался в Москве. Неожиданно свой 50-летний юбилей в Маране решил отметить Эдуарда Ситрина, ранее не бывший частым гостем в данном заведении. На праздники присутствовали Бадри, Каха, Ника, вроде бы все прошло мирно. Однако существующая между Кахой и Асетриной напряженность сохранилась, похоже, навсегда. Парпалия, перебравшись в Москву, стал ближайшим сподвижником на тот момент главного вора России Захария Калашова, Шакры Молодой. В близкий круг общения Кахи вошли родственники Шакры, Давид Азманов, Дата, Нодар Асайян, Нодар, Ишалва Азманов, Куса. Последняя, хозяева юга России, в том числе Ростовской области и Краснодарского края. На эти регионы простирается амбиция Асетрины. Однако пока Шакра был на свободе, он старался не афишировать свои притязания. После того, как Калашова арестовали, Асатриан выждал определенное время, а потом начал пытаться распространить свое влияние на юг России. Родственникам Калашова удается весьма успешно отбивать атаки Асетрины, что последнего крайне раздражает. Каха, как верный сторонник Шакра, полностью поддерживает Азманова Хасаяна. Асатрианы Парпали открыто не конфликтуют друг с другом. Вместе отметили юбилей Асетрины. Но между ними существует неразрешимая проблема в лице Азманова Хасаяна. Эдуард Асатриан и сблизившийся с ним Дмитрий Чентурио сейчас являются самыми активными в России ворами в законе. Когда же в поле зрения этой пары попадает чужак, который может усилить другой клан, пусть даже и невраждебный, с ним непременно происходят какие-то неприятности по силовой линии. То следует объявление о депортации, то задержание за какое-то нарушение. Такая история приключилась и с Никой, когда он возвращался из московского отпуска. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк. Спасибо.